Событие по праву считается крупнейшим в Сибири. В одном месте собрались профессионалы индустрии моды и красоты, звезды шоу-бизнеса, яркие представители медиа-тусовки, самые модные и стильные жители Бурятии. В этом году я участвую в двух коррекциях, две номинации, Этна и Прета-Парте. Что модно в этом сезоне, что предлагают наши дизайнеры? Я не знаю, как бы я за модой не гоняюсь, просто я делаю то, что мне душа подсказывает. Мой внутренний мир, мой внутренний образ, все это выходит в коллекции. По концепции банкетный зал ресторана Бурятия был превращен в большой подиум. Таким образом дефиле получилось более западным. Гости могли наблюдать коллекции с расстояния вытянутой руки, подробно разглядывая особенности кроя ткани. Дизайнерские коллекции были представлены как новичками, так и уважаемыми профи. Зрители увидели новые коллекции Милы Шараповой, Ольги Тарасовой, Александра Арзе и Игоря Сарапулова. В этом году дизайнеры соревновались в пяти номинациях. Этно, прета-порте, аксессуары, дебют и специальная номинация, финалист конкурса «Русский силуэт». Сегодня у нас открытие четвертой недели моды «Байкал Фэшнвик». Мы сменили место, в этом году проводим не в театре, а у нас ресторан «Буряти» превратился в единый подиум, где сегодня будет показано 30 дизайнерских коллекций. Все это состоится в формате конкурса молодых дизайнеров. Организатором недели моды является сайт «Модный портал» у «Мода.ру». Особенно зрителям понравилась коллекция Аси Киселевой из Иркутска. Очень сложный пошив и декор. Пальцо, расшитое серыми и черными перьями, смотрелось фантастически. А черное длинное платье из ее коллекции было бы, возможно, заурядным, если бы рукава не достигали подола, а последний весь декорирован множеством булавок. Кстати, она и стала победителем. Очень приятно побывать в городе, посмотреть на мероприятия такого масштаба. Я думаю, что это очень важное событие для Оланды. Оланды, прежде всего, отличается обилием этномоделей, обилием этноколлекции как на русскую тему, так и на бурятскую тему. Я думаю, что это очень актуально. Почему компания МТС интересно поддерживает подобные мероприятия? В этом году нашему филиалу исполнилось 10 лет в Республике Бурятия, поэтому мы решили в очередной раз поддержать это модное мероприятие, потому что компания МТС – это тоже модно. Напоминаем, что в программе «Недели моды» большое количество других фэшн-мероприятий. На закрытии 9 ноября в арт-кафе состоится «Квартирник», где вас будет ждать выступления музыкальных коллективов города, рисования песком, модные преображения и многое другое. Дмитрий Алимов, Алексей Ионов, Сергей Никонов, телекомпания АТВ.